Привет, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим удивительные встречи с большими дикими кошками на земле, которые засняли на камеру. Ну что, давайте начнём! Итак, давайте начнём с моментов с самой редкой дикой кошкой на земле. Чёрная пантера, или, как ещё называют, таинственный призрак джунглей. Это ловкий, сильный и быстрый хищник. Если посмотреть её тело, то можно подумать, что это леопард, но, правда, чёрного цвета. В национальном парке люди на машинах заметили чёрную пантеру, которая гуляла по территории парка. Вдруг она чувствует кого-то, посмотрела наверх и забирается на дерево. Дальше понятно, что происходит. Она заметила на дереве леопарда, который отдыхал. Пантера решила подойти к нему, но тот был очень агрессивный и хотел ударить лапой. Чем закончилась эта встреча, осталось неизвестно. Туристы шли под дороги ночью, когда они увидели чёрную пантеру, в которой она гуляла в узлинях и не боялась людей. Вдруг на следующей съёмке показывает ту же самую пантеру, только она несёт оленёнка в зубах. В нашем мире есть ещё один самый редкий хищник, который обитает на Дальнем Востоке России, Китая и Южной Кореи. Дальневосточные леопарды. Этот хищник очень похож на снежного барса. Отличается от ареал обитания, цвет меха и, конечно же, внешность. Человек со своей собакой спокойно гуляли в лесу. Вдруг собака кого-то почуяла и побежала туда. Но когда человек посмотрел наверх, то понял, что происходит. Собака почувствовала дынь восточного леопарда, который спрятался на дереве, спасаясь от собаки. Это видео засняли в России, на территории Примори. Люди в машине ехали по дороге. И вдруг они заметили до реки Дальневосточного леопарда и хотели заснять поближе. Машина останавливается после кустов, где там спрятался хищник. Леопард позил Кармеру несколько секунд, а затем он ушёл по своим девам. В нашем мире обитает ещё и самый крупный из семейства кошачьих, который обитает в Азии и является опаснейшим врагом леады восточного леопарда. Тигр Огромный, синий и полосатый кот, который обитает в Азии и является самым крупным из семейства кошачьих. Пацаны спокойно рыбачили. Вдруг к ним пришёл огромный тигр. Затем посмотрел на речку. Куда-то? Киса, кис... Иди гуляй, иди. Вдруг тигрышу уйти, но перед тем, как уйти от людей, он взял ведро и ушёл. Вообще. Он вам какой-то пакет взял, жрёт, он голод... Ведро забрал, слышишь? Ведро забрал, отдай ведро! Ведро отдай! России на дороге под Даниличинском вышел огромный тигр. И водителю нужно остановиться, чтобы рассмотреть огромную дикую кошку. Ехать достойно, если с киньцами. А когда машина чуть-чуть отъехала назад, тигр идёт за машиной. А когда тигр почти к платную подошёл к машине, то водитель начинает пищать, чтобы дикая кошка отошла в сторону. Тигр постоял ещё несколько секунд, а потом ушёл в лес. Следующий дикий кот – это ягуар. Одна из самых страшных машин для убийства в мире. Ещё у этой кошки есть третье место по самые крупные семейства кошачьих. В Бразилии мы можем видеть, как небащий ягуар пришёл к рыбакам, которые отдыхали в лодке. Оказывается, ягуар был очень голоден. Он надобрал у рыбаков рыбу, а затем ушёл со своей добычей. Надеюсь, эти рыбаки запомнят такую встречу. В этом видео плохое качество, но понять можно. В Бразилии мужик отправился на рыбалку, чтобы поймать рыбищу посреди джунглей. Но когда он показывает камеру вниз и себя, то он увидел самый страшный кошмар его в жизни. Оказалось, что это Егор подошёл к саде, чтобы напасть. И решил, что он добыча. Но видео обрывается, и неизвестно, что было дальше. Снежный барс. И ещё один редкий из семейства кошачьих. Близкий родственник для невосточного леопарда. Ещё называет таинственный и загадочный зверь. Алтайские охотники поехали на снегохоте ловить какое-то животное. Но им повезло. Катар попался на редкий снежный барс, который от них убегал. Охотники не хотели убивать барса. Но наоборот, они были удивлены, когда они увидели редкую дикую кошку. Они преследовали хищника много минут. И вскоре барс перестал убегать от них, а просто идёт пешком. Удивительные кадры. В этом видео люди в машине заметили снежного барса, который гуляет по дороге. Но перед тем, как идти, хищник заинтересовался машиной, которой откуда вела съёмка. Хищник сидел возле машины около полтора минуты. Затем он ушёл по своим делам, поставив люди под сильным впечатлением. На этом сегодня всё, ребята. Это первая часть встречи с дикими кошками на земле. Где-то через два дня будет продолжение. Так что не забудьте поставить лайки и подписаться на канал. И тогда будет продолжение. Ну что, С вами был Дина Роман и всем пока.